Я рада вас приветствовать. Сегодня у нас очень интересная такая тематика. Я надеюсь, для вас будут какие-то новые открытия, и вы для себя что-то ценное, полезное обязательно из сегодняшнего дня вынесете. Ну что ж, мы начинаем. Всем да, всем добрый вечер. Так, все равно безумно непривычно себя не слышать. Не могу понять, почему я себя не слышу. Почему я себя не слышу? Все нормально? Ну ладно. Буду привыкать и к таким новшествам. Когда я составляла программу сегодняшнего вебинара, было очень интересно, скажем так, расставить вот такие интересные моменты. У меня уже были готовы материалы достаточно давно для вот, скажем, этого события, но разбирая этот материал заново, я заметила некоторые интересные тенденции. Во-первых, появилась возможность внести дополнение, и я заметила, что можно объединить всю программу, расставить по такому числовому порядку одно желание общее для всех женщин, два взгляда на саму себя, три критерия гармоничного образа, четыре подхода к своему имиджу, пять главных составляющих персонального кода внешности, шесть препятствий для новой жизни с новым имиджем, семь шагов в создании своего имиджа и восемь инструментов для создания стиля. То есть вот для меня было очень интересным это наблюдение, я решила так это и обыграть, и вот в этом порядке я и буду вам открывать этот материал. Ну что ж, перед тем, как, собственно, начать, мне хотелось бы спросить одно желание общее для всех женщин. Как вы его бы сформулировали? То есть я думаю, что несмотря на многочисленные различия, уникальность каждой из нас, конечно же, есть что-то общее в нас. И можно ли это как-то нравиться себе? Согласна. Важно нравиться себе. Важно вообще для женщины нравиться. Да, быть любимой и... Любимой и самой собой, и... Быть любимой близкими и окружающими ее. То есть вот в этих ключевых словах уже много силы. То есть я думаю, что мы говорим об одном и том же. Мы могли бы там массу вариантов перебирать. И, конечно же, все равно это будет все об одном. Потребность каждой женщины быть интересной, быть любимой, нравится себе, испытывать удовольствие от своей жизни, от своего образа, от того отражения, которое будет смотреть на нее в зеркале. Нравиться мужчинам, нравится, как сказать, своим коллегам, людям, вообще окружающим. То есть вот это то самое желание, которое, конечно же, объединяет нас всех. То есть вот цифра номер один – это то, что как раз единственное, но объединяющее всех нас совершенно разных. Следующий момент, который включается в эту, скажем так, цифру, но чуть подробнее рассказывает о том, какие ситуации чаще всего заставляют женщину посмотреть на себя еще раз и, скажем так, обновить впечатление для окружающих, обновить свой имидж, поработать над собой, что-то поменять. Вот эти ситуации – это, я с вами делюсь опытом 11-летней работы, то есть это те ситуации, в которых ко мне приходили женщины, потому что 98-99% моих клиентов – это именно женщины. Мужчины – это чаще всего либо вторые половины женщин, которые приводит она потом за руку, либо это творческие мужчины, которые сами приходят, потому что там либо сцена, либо профессия требуют, либо мужчины-руководители, для которых имидж является тоже одним из ключей к успеху. А вот те ситуации, о которых я сейчас вам расскажу, это мои наблюдения из практики, потому что именно они заставляют женщину еще раз на себя посмотреть, пересмотреть свой подход к своему образу и, в общем, что-то кардинально изменить. Первая ситуация – это первое открытие себя. То есть вот если задать вопрос, с какого возраста или с какого периода можно заниматься своим обликом, своим внешним видом, то я могу сказать по своим вот таким серьезным, осознанным клиенткам, которые сами пришли, то это были девчонки, самые младшие из них были 15-16 лет. Конечно, это родители оплачивали им эту работу, но само решение и сама вот потребность была именно внутренняя их. Поэтому это вот тот возраст, может быть, он и не обязательно должен обликаться вот в цифру 15, но на самом деле это тот момент, когда женщина, девушка, будущая женщина, девушка, девочка начинает себя осознавать именно как будущую красавицу и женщину, и когда она начинает себе задавать вопросы, какая я, какой я могу быть, как мне сделать так, чтобы я была наиболее интересной, привлекательной, любимой. Ситуация номер два – это ситуация поиска второй половины. Здесь, наверное, нет смысла ограничивать как-то возрастными категориями, потому что ситуация подобная может случиться в любой период жизни женщины. Это может быть поиск второй половины. Возможно, ситуация связана, допустим, с разводом и с потребностью заново начать жизнь и снова обрести вот это свое неповторимое счастье. То есть здесь возрастных, наверное, ограничений мы ставить не будем, потому что можно сказать, что где-то от 20 до самым взрослым моим клиенткам, где-то около 65, всем понятно это ощущение, когда рядом любимый мужчина, и насколько это важно. Ситуация номер три – это выход из декретного отпуска. Вот это тоже очень такая ситуация интересная. Она связана с тем, что тело очень сильно перестраивается, и так или иначе меняется и фигура, и немножко на лице могут быть свои нюансы и изменения. То есть здесь мы говорим не только о психологической перемене какой-то новой потребности или ситуации, а говорим о том, что даже само тело говорит о том, что нужно заново посмотреть на себя, переоценить форму фигуры, форму лица, возможно, поискать совершенно новые решения. И это такой интересный момент, потому что те, кто из моих клиенток, из женщин в этой ситуации, скажем, превозмогали некую инерцию, которую дает забота о ребенке и дом постоянный, они преображались великолепно. И это был новый такой вот, новая точка отсчета, новый рывок к новым свершениям и звездам. Следующая ситуация связана с началом нового этапа в карьере. Иногда бывает, что ситуации 3-4, они встречаются почти одновременно, когда действительно женщина выходит из декретного отпуска, и она выходит на новую работу, и, в общем, эти два состояния, два достаточно таких кризисных момента объединяются и усиливают друг друга. То есть, с одной стороны, нужно себя переоценить, с другой стороны, социум выдвигает совершенно новые требования. Ну, если говорить о ситуации 4, то, конечно, она тоже встречается и сама по себе, потому что, как после института, это первая работа, так это могут быть уже ситуации, связанные с потребностью какие-то новые карьерные вершины, скажем так, постигнуть. И здесь тоже будут очень интересные, скажем так, примеры. И тех, кто еще, допустим, не видел у меня на сайте книгу, которая называется «Тайна преображения женщины» или «Как с новым менеджером начать новую жизнь», найдите. И там есть демо-версия книги, которую можно скачать бесплатно. Там как раз эти ситуации вместе с примерами описаны. Если вам интересно себя сопоставить и посмотреть, какие решения возможны в каждой ситуации. И пятая ситуация, которая встречается тоже достаточно часто, она уже связана с периодом, когда дети повзрослели, когда женщина долгое время уделяла внимание кому-то другому и посвящала свою жизнь семье или работе, то есть жила для других. И вот наступает период, когда достигнуты какие-то профессиональные цели, когда дети выросли и когда нужно посмотреть, а что же осталось от нее самой, в общем-то, и увидеть, как можно раньше и сделать для себя многое-многое, что хотелось и что нужно сделать, то есть дать себе возможность и быть привлекательной, и быть любимой, и позаботиться о себе. То есть это тоже такой очень серьезный момент осознания, что все-таки ваша жизнь, она не только заключается в ваших близких, но и в вас самих. Вот такие ситуации, конечно, о них можно было бы говорить долго и подробно, примеров в работе очень много. Ну, тем, кому будет это интересно, почитайте, хотя бы даже в демо-версии книги, там есть примеры и можно будет прочувствовать каждую из этих ситуаций. А мы с вами будем двигаться дальше по нашим пунктам. Следующий, скажем, следующий наш раздел – это два взгляда на себя. Ну, я долго искала какую-то картинку с Маликами, с более счастливым с Маликом и с более серьезным, более таким суровым. Ну, вот вы видите, что удалось найти. Давайте сейчас пока не будем обсуждать, какие это могут быть взгляды. Я вам покажу несколько примеров из своей работы, а вы попробуйте увидеть, что изменилось и как изменился взгляд женщины на саму себя. То есть будет вот такой вот дополнительный вопрос. Давайте посмотрим. То есть вот сейчас перед вами будет всего лишь три примера, их гораздо больше в разделе «Портфолио до и после» сможете посмотреть, кому интересно. Сейчас я предлагаю вам описать, насколько изменился взгляд этих женщин, девушек на самих себя. Потому что на первой и на второй фотографии, и в некоторых случаях будет три, будете видеть одну и ту же героиню. Жду ваших комментариев в чате. Можете комментировать, допустим, цифра 1 отражает первый взгляд, и цифра 2. Жанна, открытая, уверенная, смелая после преображения. Да, соглашусь, и это действительно так. И это трудно, это сложно сымитировать. Если мы не испытываем подобных ощущений, самоощущений, то это никак не придумаешь взгляд. Действительно выдаёт состояние, выдаёт и внутреннюю уверенность, и реализованность. Потому что здесь совершенно уже, как сказать, и жизнь, и профессиональная жизнь, вплоть до того, что и город, и место, и окружение очень многое изменилось. То есть здесь где-то между фотографиями, пожалуй, как минимум пару лет. И как раз вот те пару лет, которые были посвящены работе над собой. И то, что вы видите, это действительно отражение той реальности, которая изменилась. Хорошо, давайте посмотрим ещё на две модели. Буду рада вашим комментариям. Фотография номер 1 и фотография номер 2 и номер 3. Это, конечно же, принадлежат одной героине. И вторая и третья фотографии – это фотосессия, которую мы проводили. То есть, скажем, ну, как, собственно, и первая тоже фотография, тоже наша, но ещё в самом-самом-самом начале работы. Что скажете по поводу взгляда на себя? Совсем не обязательно, что он в каком-то случае плохой, в каком-то случае хороший, но он разный, действительно. Да, стильная и артистичная действительно есть в этом больше, как сказать, широте улыбки и сияния глаз. Только сейчас заметила, что Дарина написала уверенность в себе, светлый, проникновенный взгляд. Это, да, это про первую модель. Дарина пишет «Милая девушка», но на последних двух фото видно, что вытащили изюминку. Да, причём могу сказать такой момент, что есть фотографии, когда только человек себя открыл, и у него ещё есть лёгкий испуг в глазах, то есть он уже радуется, но ещё не уверен. А здесь фотографии, которые сделаны, сейчас скажу, с начала работы над имиджем, где-то я, если я не ошибаюсь, лет 7 прошло, то есть это уже отшлифованность, уверенность в себе, и здесь уже не надо даже, как сказать, в процессе фотосессии не понадобился нам даже постановщик какой-то специальный, который бы модель направлял, там, встаньте так, встаньте так. Модель сама знает, как ей стоять, и фотографу было очень легко просто успевать ловить эти микродвижения. Так, что у нас пишет Наталья? Во-первых, грустная, озабоченная, действительно озабоченная, хорошая девушка и там, и там, но в первом случае озабоченная, в втором уже весёлая и лёгкая. И давайте покажу вам ещё одну работу, их много, не буду слишком увлекаться этой темой. Так, это, скорее всего, да, нерешительная, уверен, это Алла, скорее всего, пишет про предыдущую, хотя, наверное, можно и вот об этой модели тоже самое сказать. Здесь тоже как минимум пару лет между фотографиями, но здесь уже первую фотографию делали мы в самом начале работы, а вторую фотографию уже поделилась с нами наша клиентка из поездок, то есть из вот просто своей реальности. То есть это фото, скажем, не студийное, не фотографа, просто из поездки, из отдыха. Да, 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 причём самое приятное, что можно так жить и так работать с внешним видом, что когда смотришь фотографии, вроде смотришь их в порядке возрастания, возраста, а видишь обратный совершенно эффект. Подобные ситуации тоже можно на сайте до и после посмотреть. Да, молодая, яркая, и отношение к себе и взгляд на себя совершенно иной. И вот это один из важных таких моментов, которые я, может быть, сформулировала сама, вот буквально в процессе, когда с книгой работала, искала, в чём же вот такой ключевой момент, помимо, конечно, технических вот таких моментов, то есть если говорить, там, цвет поменяли, с волосами поработали, с макияжем и так далее, то есть если говорить не только о профессиональных изменениях, но о том, что же изменилось внутри самой женщины, как изменился её взгляд на саму себя. Это очень важно, потому что если мы привыкаем на себя смотреть грустным, озабоченным, нерешительным, неуверенным взглядом, а может быть, иногда этот взгляд имеет характеристику строгого взгляда, то есть с нелюбовью, то, соответственно, это отражается и на облике. И как раз-таки работа над собой, она помогает увидеть себя по-новому и запомнить вот это состояние, чтобы этот взгляд, влюблённый в себя, любящий взгляд, можно так сказать. Не путайте с самовлюблённым, когда это переходит в такое состояние уже самолюбования, когда человек никого не видит. Нет, скорее я говорю о именно любящем, внимательном, заботливом взгляде, которого мы тоже все сами достойны. от самих себя, конечно же, не только от близких наших, которые нас любят в любом виде, в халате, в бегудях, но и от себя в первую очередь, чтобы мы тоже позволяли видеть в себе свою красоту и её проявлять. Искала картинку, иллюстрацию, которая бы могла передать такой взгляд, ну вот это пока лучшая иллюстрация, которую мне удалось найти, чтобы она передавала вот такое состояние, такого взгляда на саму себя. То есть вот это тоже важный момент, который хотелось бы подчеркнуть и пожелать каждой из нас, чтобы мы не забывали на себя вот так смотреть. Третий, значит, пункт, и в то же время и три критерия. Здесь мы уже переходим больше на профессиональный подход к образу, мы будем говорить о внешнем виде, об образе, об имидже с разных аспектов. Вот сейчас мы с точки зрения психологии посмотрели, два взгляда сопоставили. Теперь мы немножко коснёмся дизайнерского взгляда на облик. И здесь я не буду слишком в это углубляться, скажем, чтобы не превратилось это в нашу там профессиональную лекцию, но покажу вам три критерия, которые тоже помогут оценить, насколько гармоничен образ уже с точки зрения профессионала-дизайнера внешнего вида. Первый критерий – это направленность. Причём под словом направленность мы под таким общим принципом мы подразумеваем то, что гармоничный образ, он управляет вниманием окружающих. То есть, конечно же, каждый из нас имеет свои достоинства и недостатки. И мы можем сделать так, чтобы окружающие посмотрели на наши достоинства, то есть можем их акцентировать в образе. А можем сделать так, скажем так, не сделать первым, то, что я сказала в первом случае, и случайно или, скорее всего, всё-таки случайно, вряд ли мы сделаем это нарочно, акцентировать наше тело таким образом, чтобы направить внимание окружающих совершенно не туда, куда нам нужно посмотреть. Это часто встречается, когда мы видим, допустим, фигуру, которую бы если бы… мы понимаем прекрасно, что ну зачем эти горизонтальные полоски, но они же и так вот полнят, ну зачем же она их одела, если бы она одела вот это, вот это, вот это, она же выглядела бы великолепно. Вот эта досада, когда внимание окружающих обращено не на достоинства женщины, а, к сожалению, на недостатки, которые случаются в каждой фигуре или в каждом облике. Поэтому гармония образа связана с тем, что вы умеете правильно, грамотно направить внимание окружающих людей туда, куда вы хотите направить. Акцентировать в каком-то случае талию, в каком-то случае макияж, в каком-то случае акцент может быть вокруг шеи, ну в районе шеи там и так далее. Все зависит от конкретного вашего облика и внешнего вида и, собственно, от вашей индивидуальности. Но вы либо этим принципом направленности пользуетесь и достигаете успеха, либо вы этим не владеете, и тогда получается, ну как получилось. Что увидели, то увидели. Следующий наш критерий и принцип гармоничного образа. Сейчас загрузится слайд. Медленно. Ну, хорошие такие тяжеленькие фотографии. Принцип выразительности. Здесь иллюстрации я искала совершенно разнообразные, но те, которые помогут приблизиться к ощущению этого принципа, этого критерия. Итак, что же такое выразительность в образе? Это способность образа передать определенное эмоциональное состояние, передать какую-то идею, передать какое-то послание. То есть, когда вы с помощью своего облика можете внешнему миру что-то, скажем так, что-то сказать, что-то донести. Это может быть настроение, когда, допустим, у вас настроение спокойное или романтическое, или деловое. То есть, состояние определенное, которое вы можете транслировать через внешний облик. Это может быть какая-то ситуация, это может быть какая-то ваша роль, которую нужно через внешний облик донести. То есть, вот этот принцип выразительности, он помогает вам оценить, вам удалось произвести определенное впечатление или нет. Допустим, задача образа была выглядеть молодой, цветущей, сияющей, а получилось там, допустим, ну, вот как получилось. То есть, этот принцип позволяет понять, насколько вы владеете способностью через образ выразить определенную задачу, вашу идею, состояние там или что-то еще. Следующий наш и последний в данном случае критерий и принцип – это принцип завершенности. Я думаю, каждый из вас встречал такие ситуации, когда вы видите очаровательную девушку, прекрасное платье, но ощущение, что чего-то не хватает. То есть, ситуации, когда образ не завершен, когда какие-то элементы образа не связаны между собой, когда нет ощущения целостности, это как раз говорит о том, что вот этот принцип или критерий не работает. То есть, вроде бы что-то, скажем, в образе вас заинтересовало, вроде бы что-то вот вы смотрите яркое, эффектное, но нет ощущения целостности, нет ощущения того, что все взаимовязано и есть некая такая завершенность, которой обладают произведения искусства. Скажите, кто-нибудь из участниц знает, каково определение произведения искусства? Вот очень хорошее определение, которое можно также перенести и на гармоничный образ. Есть такие участницы, которые хотя бы знают, ну, если не лень, можете написать определение, но если знаете, поставьте плюсик, если не знаете, поставьте минус, я буду знать, что вам, как сказать, можно это определение сказать, оно будет, не знаете. Так, Жанна пишет. Так. Хорошо, поняла, рассказываю. Итак, я, если несколько перефразирую, то самое главное, что я донесу вам основную мысль. Так вот, определение произведения искусства заключается в том, что нельзя что-то убрать из, допустим, образа и нельзя что-то добавить. То есть, когда вы смотрите на совершенную картину, то именно совершенную именно картину или скульптуру или что-то, что является произведением искусства, вот это ощущение целостности, завершенности, оно таково, что невозможно что-то убрать, не нарушив этого, этого гармоничного состояния, и невозможно что-либо добавить. Вот примерно так звучит определение произведения искусства. И, собственно, гармоничный образ тоже можно отнести к проявлению произведения искусства, когда вот эта завершенность, целостность и выразительность, и направленность вместе дают вот это состояние, гармонии, когда кажется, что все совершенно, все завершено, и ничего нельзя убрать, не нарушив этой гармонии, и ничего нельзя добавить. Вот такое определение очень интересное и очень помогает в тот момент, когда вы ищете баланс в образе, когда вы пытаетесь его завершить, оно тоже будет вам таким напоминанием и критерием о том, чего нужно достигнуть. Следующий наш вопрос, мы коснемся, скажем так, поговорим о том, что существует четыре подхода к своему имиджу. Вот посмотрите на эту схему. Я думаю, что многие встречаются вот с этими сферами, с пересечением этих сфер, их достаточно любят тренеры различные, бизнес-тренеры, и вообще они достаточно часто встречаются. И дело в том, что имидж тоже будет, можно разложить вот на такую схему. Что же мы получим? Значит, у нас есть, конечно же, наше желание. То есть это то, чем мы вдохновляемся, то, что мы хотим реализовать. И обобщить это можно одним словом «хочу». То есть вот наше измерение, скажем, желаний наших, понимания их очень важно. Но у кого-то они теснее соприкасаются с реальностью, у кого-то они соприкасаются очень мало с тем, что на самом деле существует. Что же на самом деле существует? У вас у каждой есть зеркальный имидж, а это и есть то отражение, которое вы видите в зеркале. То есть как раз таки это и есть то, что мы ощущаем, как реально существующее уже то, что мы реализовали. Это уже наше «могу». И кто-то живет только в измерении сегодняшнего дня. Вот кто-то смотрит на себя только с точки зрения «ну вот куда уж мне, ладно эти звезды, ну вот могу я вот столько от сих до сих и все». Кто-то больше живет в измерении завтрашнего дня. Когда я хочу вот завтра, а сегодня вот это не важно. Но есть еще третий подход. Это взгляд на нас, других людей. И это то, что они хотят видеть, это туда же можно включить и требования вашей аудитории, и требования вашей профессиональной среды. То есть это запрос из внешнего мира, который связан с нами. То есть то, что в нас хотели бы видеть, видят они это или не видят это, другой вопрос. Ну вот те запросы, которые мы получаем извне. Что у нас происходит в реальности? Есть разная степень соприкосновения вот этих вот трех взглядов на имидж. И у кого-то они теснее соприкасаются, и кто-то сумел желаемое с действительным соединить и, как сказать, приблизить это к требованиям окружения. У кого-то они гораздо больше, скажем так, отличаются друг от друга. И, собственно, возникает вопрос, где же находится, скажем, то состояние и то положение и подход к своему имиджу, который даст наибольшую гармонию всей этой системе, в общем, самому человеку. Подскажите, где в этой схеме лучше всего находиться? Вопрос к вам, к участнице. Жанна пишет в центре, Дарья посередине. Еще, может быть, у кого-то другие версии есть. Хочу и могу. На пересечении. Ну, вот смотрите, как интересно. Здесь есть действительно то, что можно на пересечении всех. Да, то, что дает наибольший комфорт и не только внутренний. Вот если говорить о пересечении могу и хочу, вот этот участок, где эти две сферы пересекаются, это ваш личный комфорт с самой собой. То есть, я хочу выглядеть привлекательно, я выгляжу привлекательно. Я хочу выглядеть сексуально, я выгляжу сексуально. То есть, это ваше, скажем так, глубокое внутреннее ощущение принятия себя. А если говорить еще о том, что важно, остается важно, чтобы любимый мужчина нас любил и принимал такими, какие мы есть и какими мы хотим быть. И чтобы окружение профессиональное и в разных-разных сферах, то есть здесь есть некое в этой сфере обобщение всего окружающего мира, которое дает массу отражений. То здесь мы говорим о том, что пересечение трех сфер дает еще и внешнюю реализацию и внешнюю успешность вашего образа. Конечно, хорошо, когда три этих аспекта участвуют, точно так же, как любая плоскость, она держится и становится устойчивой, когда есть три точки. То есть, какое количество ножек должно быть у табуретки, чтобы она крепко стояла, чтобы вы чувствовали уверенность, устойчивость и надежность? Минимум три. Четыре – это вообще шикарно, но три, как минимум, точки опоры должны быть, тогда вы получаете устойчивость, ощущение уверенности, и это действительно отражается и на внешнем состоянии, и на внутреннем, то есть и на отношении к себе, и на взаимоотношениях и успешности во внешней реализации. И здесь можно вспомнить о том, что у нас есть два важных процесса, которые мы в процессе жизни, ну, как это, не, не, как сказать, без повторений сказать, то есть два процесса важных для нас в жизни – это индивидуализация и социализация, то есть это наша реализация в обществе, и это наш поиск собственной уникальности, индивидуальности для себя. То есть вот эти два момента, они как раз в этой схеме реализуются в самом центре. То есть это вот ответ на такой вопрос. Теперь поговорим о пятерке. Как же у нас пятерка проявится в секретах создания стиля? Цифра пять у нас отвечает за пять главных составляющих персонального кода внешности. Вообще такое, я люблю иногда сложное определение, я попробую вас спросить. Вот персональный код внешности, вам это что-то говорит, вот, сочетание этих трех слов. Или не говорит. Расшифровать или всем все понятно? Или, может быть, у вас есть версия, мне будет интересно, какие ассоциации вызывает у вас этот набор пока непонятных слов. Расшифровать. Хорошо, расшифровывать. Вот смотрите, у нас, у нас, думаю, что за другие планеты отвечать не буду, но огромное количество, будем говорить только о женщинах, на планете, планету населяет огромное количество женщин. Но если говорить о том, повторяется ли природа, мы с вами придем к тому, что даже в ситуациях, когда двое близняшек рождаются в семье, они очень сильно обычно друг от друга отличаются, если мы начинаем присматриваться ближе. Хотя у них там ДНК на огромное количество процентов совпадает и так далее. Но у меня просто в практике были красавицы-близняшки, я вот этот момент прочувствовала, собственно, на практике, потому что, несмотря на то, что да, они имеют там общий цвет глаз, общий цвет волос, в целом формы лица похожи, хотя они чем становятся старше, тем больше различен, но и характеры, и вкусы, и профессии, и судьба, и так далее, и так далее. То есть к чему я все это говорю? К тому, что все женщины на земле, даже если очень кто-то похож, но все равно они друг от друга отличаются. И вот если, скажем, с этой вот такой идеальной мысли перейти на внешность, то несмотря на то, что действительно есть несколько цветовых колоритов, их количество ограничено. Если даже брать самую такую вот систему, которая мне больше всех нравится, которая 4 колорита и по 4 по типу, ну, это у нас 16 получается, ну, все равно ограничено, да, то есть у нас есть четкая система координат, вот 16 вариантов. Но если мы берем сразу несколько признаков, то есть мы берем, допустим, цветовой колорит, мы берем тип контрастности, мы берем форму лица, мы берем, допустим, форму фигуры и так далее, и так далее, и так далее, то вот соединение нескольких признаков, оно дает уже уникальность. То есть как раз персональный код внешности – это индивидуальные, вот, как сказать, характеристики по этим признакам, которые помогают женщине взглянуть на себя уже не как на какую-то одну из, там, миллиарда, миллиона, а посмотреть на себя глазами дизайнера, узнать, ага, у меня, оказывается, вот цветовой колорит такой, ладно, с этим понятно, а фигура такая, а лицо такое, и уже через, скажем, взгляд дизайнера понять, почему именно она уникальная, потому что вот это соединение признаков, помимо них еще у нас есть и характер, и цели, и судьба, то есть об этом тоже не забываем, как раз-таки помогает понять, что это такое. И сам персональный код внешности, он содержит множество элементов, но я выбрала главные пять, и просто вас с ними познакомлю, чтобы вы знали основы, на которых основы, на которых персональный код внешности держится. Там дальше, конечно, в нюансы углубляться и углубляться. Итак, первая составляющая, конечно же, естественно, никуда она и не денется, цветовая палитра индивидуальная, которая, как вы видите на двух иллюстрациях, если мы ее не используем, фотография слева, то у нас мы теряем, в чем мы теряем, в свежести лица, в молодости теряем, то есть в визуальном таком моменте, и в целом не позволяем своей внешности максимально себя выразить. Фотография номер два, здесь работа с тестовыми платками как раз идет, здесь пример того, что всего лишь мы один платок убрали, другой набросили, и мы получаем уже почему-то лицо светлее, свежее, и даже несмотря на то, что девушка не улыбается, а улыбается на первой фотографии, все равно видно, что с цветом лица там гораздо все лучше. И подобные эксперименты тоже каждый раз на встречах мы проделываем, потому что это помогает увидеть работу цвета. Поэтому цвет будет самым первым элементом персонального кода внешности. Ну, стоит ли говорить о том, что мы вообще так устроены, что визуальная информация для нас самая базовая, и первое, что мы видим в картинке, это цвет. И то же самое, первое, что мы видим в образе, это тоже цвет, и либо этот цвет служит нашему образу и работает на нашу красоту, ну, либо нет. Тогда огромное количество, скажем так, возможностей проходит мимо. Следующий элемент из пяти главных – это тип контрастности. Очень интересный такой момент. Вот если вы посмотрите на эту иллюстрацию, то вы увидите представительниц одного колорита. Как это неудивительно. Но при этом несложно присмотреться и понять, что они очень разные. И здесь как раз различия и нюансы многие определяются таким дополнительным критерием, как тип контрастности. И это, конечно же, повлияет на то, как будет девушка, женщина использовать свою палитру, как она будет соединять цвета вместе, чтобы выглядеть максимально привлекательной. Потому что я часто встречалась вот с таким моментом, допустим, женщина говорит, я знаю свой цветотип и всё, и мне ничего больше не надо, у меня вопросов нет. И мы сталкиваемся с тем, что она отдельно с цветами своими знакома, допустим, это вот этот цвет, это вот этот. А как их соединить грамотно, как сделать так, чтобы они вместе начали работать на её внешности, она не знает. И толку-то от знания своего колорита, если мы не можем соединять цвета вместе, его образ делать завершённым. То есть на этот вопрос как раз отвечает параметр критерий тип контрастности. Ну, характер линии, следующий такой элемент, один тоже из главных персонального кода внешности, который задаёт линию образа. Дело в том, что образ, он не только, естественно, состоит из цвета, из сочетания, комбинаций цвета, но и если вы вспомните художников, то у каждого художника есть свой уникальный почерк, есть его линия. Кто-то штрихами работает, кто-то крупными мазками и так далее, и так далее. Что мы часто встречаем у женщин в образе? Мы встречаем ситуацию, когда у нас над каждым участком образа работал отдельный художник. И получается здесь вот мастер трудился, вот здесь вот с прической кто-то ещё, здесь, значит, подмастерье помогал и так далее. То есть у нас такое вот мозаичное строение образа. Это связано ещё с тем, что нету единой линии в образе, нету единого характера. И вообще нету одного автора. Это очень грустно, потому что вот тот момент, когда женщина становится уже автором образа своего и стиля, то здесь все элементы начинают подчиняться общим законам, общей идее, общей задачи, умение правильно расставить фокусы, общему характеру линии. И этот элемент, хоть он и не такой яркий, как цвет, он играет огромную роль в восприятии целостности образа, его завершённости. Ещё один достаточно, как сказать, простой, казалось бы, и многим женщинам знакомый элемент, такой, как форма лица. Но если вы вспомните, скажем так, то количество форм лица, давайте я вам задам таки этот вопрос. Сколько форм лица вы встречали, допустим, в... Ну, вот идёт в журнале или где-то в интернете там обсуждение различных форм лица, и, значит, говорится, существует там столько-то форм лица. Вот какое количество вы встречали, скажем, вот в публикации, где-то, может быть, в прессе, там в интернете шесть. Так, ещё кто с этой темой, Наталья? Так, Елена, пять. Ну вот, пока девчонки думают, я могу сказать, что чаще всего этот вопрос... Да, пять-шесть, значит, когда-то давно, когда соприкасалась основной геометрической фигурой, согласна, значит, с парикмахерским делом, это было где-то, наверное, уже лет 15 назад, то есть я с этой профессией тоже соприкасалась профессионально, ей владею, и у нас, как нам тогда это давали, я помню, что-то 4-5, не больше, 7, это уже очень хорошо. Так вот, а когда этот вопрос я стала изучать уже профессионально вот в этой профессии, это было 11-12 лет назад, то я была поражена разнообразием. Значит, смотрите, существует 10 основных форм лица, не говоря о том, что между каждой из них ещё будет, ну, есть уже из практики, могу сказать, комбинированной, то есть 10 – это исходное число. И вот это количество как раз-то дало мне возможность действительно увидеть, как это работает, потому что неверно определенная форма лица, она к чему ведёт? Она ведёт к неправильному выбору прически, потому что даже, казалось бы, две широкие формы лица, такие как круг и квадрат, у них есть общие, конечно, да, нужно визуально вытянуть лицо и так далее, но у них есть совершенно разная коррекция света, тени в макияже, у них есть разные особенности, как сказать, оформления прически и далее, далее, далее. Не говоря уже о том, что 10 форм лица, где каждая отдельно существует, с отдельным набором рекомендаций и так далее, то есть это целое отдельное измерение. И помимо формы лица, вот следующий элемент – это ещё тоже одно проявление формы, это форма фигуры. Здесь я не буду сильно углубляться, я покажу тоже стандартный набор, который существует, это вот примеры с правой стороны. Ну, красивая картинка, мне очень нравится, яблоко, груша там и так далее. Конечно, это, как сказать, немножко упрощается для публикации, для интернета, чтобы можно было, знаете, как-то подать это вкусно и просто, чтобы было ощущение того, что да, всё элементарно. Вот, и если посмотреть на схему с левой стороны, то вы видите идеальные пропорции, где каждая из пропорций может быть либо соблюдена, допустим, размер головы, положение плеч, значит, нахождение груди на месте нет, талия, первый критерий существует, не существует, второй критерий на месте или завышена, или занижена, самая широкая точка бёдер, какая линия бедра, гладкая линия бедра, такая, скажем, достаточно выразительная, там, острая линия бедра, на месте, не на месте и далее, далее, далее. То есть, если мы говорим о конкретной женщине, то, конечно, вписать её в четыре варианта крайне сложно, потому что, во-первых, между ними, ну, естественно, определённое количество комбинаций, но рассматривать нужно не просто фигуру в целом, что само по себе важно, конечно, но для создания образа важно разобрать каждый элемент, то есть посмотреть, все ли элементы, скажем так, фигуры пропорционально находятся на своём месте. Вот тогда мы действительно получаем карту сокровищ, то есть мы получаем те точки в нашей фигуре, которые можно превратить в фокусы внимания, то есть привлечь к ним внимание, вспоминаем наш первый критерий гармоничного образа, направленность, то есть куда направить внимание. И в то же время, получая представление о пропорциях женщины, насколько они гармоничны, мы можем увидеть, какие части тела, какие моменты нам нужно превратить в иллюзии, то есть что нам нужно исправить визуально, используя оптические иллюзии. Вот что касается фигур, то есть достаточно сложная такая многогранная тема, гораздо сложнее, чем лицо, потому что здесь у нас несколько контрольных точек, по которым можно оценить конкретную фигуру отдельной живой женщины, которая, конечно же, будет неповторима, но соприкасаться будет с какими-то типами фигур. Вот таким образом выглядят пять главных элементов персонального кода внешности, которые с теми дополнениями, которые существуют, дают возможность понять уникальность каждой конкретной женщины и найти для себя свой фасон одежды, зная только, допустим, один элемент, что я часто встречаю. Допустим, почему я не делю вот эти элементы даже в консультациях? То есть есть масса коллег моих, которые работают отдельно, они отдельно дают консультации по цвету, отдельно дают консультации по фигуре. Я этого не делаю, потому что половинчатые знания, женщины, они приводят к плачевным результатам. То есть, допустим, мы узнали свой цветовой колорит и все. И мы пошли скупать всю одежду своего цвета. А крой? А фасон одежды? А где расставить акценты? И так далее. То есть здесь получается, мы что-то знаем, что-то не знаем, и все равно выглядеть безупречно не удается. То есть мы что-то знаем, что-то не знаем. Здесь можно, здесь нельзя, здесь рыбу заворачивали. Поэтому я стараюсь вот эти элементы друг от друга не отделять, а давать видение в целом. Именно оно дает возможность женщине стать профессионалом в создании образа, то есть создавать произведения искусства, а не просто красивые, красивое платье. Ну вот надо было фасон другой там и так далее. Ну что ж, двигаемся дальше. У нас еще несколько пунктов с красивыми иллюстрациями. Ну, банально всего лишь пример небольшой. Насколько все может быть взаимосвязано? Конечно, у нас есть с вами определенные цели, определенные задачи. У нас есть со стороны фигуры возможности, которые со стороны нашего тела, то есть я могу. И тело нам с помощью персонального кода внешности, оно предоставляет кирпичики, из которых мы можем создавать образ. И получается так, что фигура может задавать, что она может задавать? Ключевые силуэты, она может вас выводить на ключевые изделия, допустим, для песочных часов это платье, для нижнего типа фигуры будет совершенно другой набор, для верхнего типа другой и так далее. Также фигура взаимосвязана и с ключевыми стилями. Здесь, конечно, есть целый диапазон стилевой, с которыми мы можем, скажем, в этом диапазоне мы можем выбрать что-то подходящее для нас ближе. Но фигура, не любая фигура, не с любым стилем будет хорошо соединяться. Представьте себе достаточно крупную фигуру, допустим, прямоугольную, ну, самая важная даже не прямоугольная, а достаточно большую весовую категорию. Будет ли она вписываться именно в легкий романтический стиль? Нет, конечно. Но выходы есть. Если у нас характер или ситуация требует этого, мы можем романтические элементы использовать. И грамотно внося их туда, где у нас фокусы фигуры, мы не сделаем женщину смешной. В отличие от варианта, когда полностью попытки, допустим, одеть достаточно крупную фигуру в романтический такой образ, который будет ей совершенно не соответствовать. Вот так вот мы поговорили о пяти главных элементах персонального кода внешности. и теперь у меня к вам вопрос. Вот пока я вам не перечислила, как я определяю для себя препятствия для новой жизни, что я имею в виду под словами новая жизнь? Вот если вы смотрите передачи или, так сказать, наблюдаете попытки некоторых женщин преображаться, все равно, даже если процентов 80 успешно стартует вот в этом новом состоянии, все равно кто-то откатывается назад. То есть все равно есть женщины, которые в новом образе, новом облике продолжают жить и дальше развиваться, и есть кто-то, кто сдается и все равно возвращается. Вот его на передаче одели, он красивый, он вернулся домой, махнул на все рукой и дальше. Вот мне хотелось бы узнать, как вы себе представляете, с чем связано, каковы те препятствия, которые возникают перед женщиной или не возникают, как определить те препятствия, которые мешают, собственно, сохранять новый облик, прекрасный новый облик. Ваши версии, хотя бы по одному, может быть, или сколько вам придет в голову. Инертность, неуверенность, консервативность, зависимость от мнения других, лень, не от готовности к восприятию себя новой, пассивность. Вот сейчас как раз у вас будет возможность увидеть, насколько мы с вами совпадаем по многим пунктам, потому что когда я... вот в книге у меня есть одна глава, которая посвящена именно вот этим препятствиям, когда я коснулась этой темы, и вот то, что я для себя отметила, я хочу познакомить вас вот с этим списком. Итак, первое, это, наверное, одно из очень важных моментов, недостаточно осознанные личные цели. Вот если вы встречали ситуацию, когда кто-то кого-то приводит за руку, то есть когда это решение не лично, допустим, этой женщины, а чье-то решение со стороны супруга, значит, детей там и так далее, коллег, и она сама не чувствует вот потребности или у нее личных целей нету, а кто-то привел за руку. Вот эта ситуация может быть прекрасной, очень серьезной причиной к тому, чтобы саботировать все изменения и ничего дальше не делать. Вторая причина или второе препятствие, это недостаток, мотивация к переменам, но по сути дела это вот созвучные вещи, то есть, ну, вроде хочу чего-то, сама не знаю чего, и вроде надо, вроде не надо. Третий момент, неверие в себя, то есть, да, хочу, да, мне надо, но, наверное, у меня не получится, да и че я, в общем, ладно, куда мне и так далее. Четвертое, потакание старым привычкам, то есть, вот инертность, пассивность, лень и далее, 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 то есть, когда мы входим в какую-то колею, из которой тяжело выбраться. И, в общем-то, это очень сильно касается выбора одежды, потому что со временем формируется определенный устойчивый фильтр на наших глазах, когда мы заходим в магазин, и мы что-то видим, и это покупаем. И самое интересное, вот я наблюдала в процессе работы, какие вещи происходят, какие эффекты. Женщина вдруг начинает, наконец-то, видеть другие цвета, что они тоже есть в природе, другие фасоны и другие вещи, другие модели, оказывается, они всегда были, но привычка ориентировала ее на старый стереотип восприятия, вот опять вот туда же, опять вот эта майка, опять вот такое это платье, там и так далее и тому подобное. И в зависимости от окружения, вот вы тоже от мнения других сказали, это именно то, о чем я здесь тоже хотела сказать, это, конечно же, влияние со стороны, когда кто-то за нее привык решать. И вот эти у меня пять, ну, как сказать, пять пунктов описаны в книге. И самое интересное, что пока готовилась к сегодняшней нашей встрече, все это вместе поняла, что все эти пять пунктов можно обобщить одним названием и сказать, что это отсутствие внутренней точки опоры, когда человек, ну, и зависимо от окружения своих собственных ощущений, личных целей не имеет, и, в общем-то, он еще не проснувшийся в этом плане. И у меня добавилось шестой пункт, который очень важный, отсутствие точной профессиональной информации. Почему мне захотелось его добавить? Я вспомнила о том, что многие передачи, они дают хорошее шоу, дают хорошую иллюстрацию, потому что стилисты умеют сделать до и после шикарное. Но если человеку не объяснить, чем вот этот старый выбор отличается от того нового и как, по каким критериям искать свою одежду и свой стиль, не получив вот этой точки опоры номер два профессиональной информации, он тоже теряется, потому что он может пытаться, вроде вот мне такой цвет рекомендовали, но у нас, прекрасно понимаете, масса вариантов оттенков и так далее и тому подобное, то есть, если мы точно не знаем, заблудиться очень легко. И вот это препятствие я добавила уже сегодня и посчитала, что, пожалуй, очень важно о нем сказать. Теперь поговорим о семи шагах в создании стиля. Значит, я могу сказать, что вот эти шаги в моей работе сформулировались, сформировались друг за другом, потому что где-то это было на пятом-шестом году деятельности, потому что каждый из последующих нарастал со временем, будет так считать. Я сейчас вам покажу, вы поймете, о чем я говорю. Первоначально существовал базовый момент, это два первых пункта. Персональный код внешности, то есть, важно было дать клиентке представление о том, чем она отличается от всех остальных, какова ее палитра, фигура, форма лица и так далее. То есть, дать полный персональный код внешности. Это тоже большое достижение в том плане, что мы даем целостную информацию, не порванную на какие-то элементы. То есть, сегодня цвет, а там потом приходите, мы с фигурой разберемся. Нет, все сразу для того, чтобы все воспринималось как, как сказать, целостное, потому что это все элементы вашей же внешности. И второй был момент, это рациональный гардероб, потому что профессиональная структура рационального гардероба очень важна. Если мы знаем, что нам нужно, сколько и как, это экономия денег, силы, энергии, эмоции и так далее. То есть, здесь существует достаточно алгоритмичный, точный план, что нужно, что не нужно. Вот это то, с чего мы начинали, и, по-моему, первые года три мы работали только вот в таком плане. Что было еще сразу? Конечно, шоппинг и фотосессия, это последние элементы, седьмое и восьмое, они тоже были сразу, потому что фотосессия – это единственная возможность показать самому клиенту, как он меняется. Дело в том, что мы очень быстро привыкаем, и когда мы живем, мы мелких изменений, происходящих каждый день, мы можем не замечать. Именно поэтому первый год фотосессиями фотосессиями я занималась сама, и многие работы, которые вы можете увидеть до и после, там есть очень много работ именно моих еще как фотографа, который… ну, не фотографа, как фотографа, но фотографа-корреспондента, который, как сказать, своими клиентами наблюдал и смотрел, что же происходит. Сейчас у нас есть отдельно профессиональный фотограф, который дает возможность не совмещать в себе эти две безумно разные роли. Так вот, это то, что было изначально. Третий пункт у нас добавился в середине, потому что это было отдельное обучение и отдельная тематика, очень серьезная, которая помогает из цвета творить цветовые образы. Если вы посмотрите в качественный, допустим, европейский журнал, то вы увидите намного вкуснее цветовые решения, комбинации образа, те же рекламные образы, которые делаются, чем пока еще у нас. Вот у них эти тематики развиты, гораздо раньше стали развиваться, поэтому тематика цветовых образов, она, скажем так, у нас еще пока не во все журналы дошла, и там что-то делают профессионалы, а что-то вот дизайнер, который фотошоп освоил, и он там соединил там красное с фиолетовым или с чем-то еще, и ну вот кушайте на здоровье. То есть вот те три пункта первые, которые я отметила, это то, что я считаю фундаментальным для каждой женщины, и я считаю, это как бы необходимая такая база. Дальше идет четвертый, пятый пункт, это то, что связано с проработкой конкретных тематик, это аксессуары, костюмный ансамбль, то есть когда уже женщина учится нюансам образа, когда уже она знает самые главные критерии, она знает свой гардероб, она умеет создавать образы, когда она оттачивает мастерство добавления элемента в образ. И чувство стиля свободы выбора – это такой вот мастер-класс, который расширяет кругозор и понимание сочетаемости стилей, их природу, их значения там и так далее. То есть, опять же, для кого-то это нужный навык, а кому-то это уже информация, ну, скажем, для него очевидная или понятная. Поэтому я включаю это вот в дополнительную такую, в развивающую такую тему. Ну и макияж. Мы сейчас тоже активно эту тему используем. Более того, у нас удался достаточно неожиданно, мы делали онлайн-мастер-класс по макияжу. И результаты обратной связи и результаты участниц показывают мне, что действительно даже в онлайн-формате это работает. А так, те, кто в фотосессиях участвует наших, конечно же, у них есть возможность это пережить наяву, воочию и, как сказать, с личным присутствием. Вот такие шаги в создании стиля. То есть, если это переводить на язык, вот, с профессионального моего, на, допустим, язык клиента, здесь можно сказать. Персональный код внешности – это знание о себе. То есть первое, что нужно, это знать себя. До того, как нету точного представления профессионального о своей индивидуальности, дальше, скажем, шагать бессмысленно. Второй пункт – рациональный гардероб – это представление о том, как надо структурировать свой гардероб, чтобы он приносил минимум затрат и давал максимум результата. И третий пункт – это уже, конечно, профессиональные, скажем, секреты дизайнерские, которые дают возможность выглядеть безупречно и великолепно даже на фоне тех женщин, которые знают свой цветовой колорит. То есть, это умение виртуозно владеть своей палитрой. И соединять цвета так, чтобы выразить определенное состояние. Вот это три самых главных пункта, а остальные являются уже отработкой деталей и каких-то вот моментов. Следующее, с чем я хочу вас познакомить – это восемь инструментов для создания стиля. Ну, могу сказать, что где-то, наверное, лет семь-восемь мы работали с инструментами, сделанными, ну, с московскими инструментами. То есть, я возила оттуда палитры и так далее. То есть, это, ну, как сказать, до тех пор, пока не было возможности, не было уверенности, ощущения, что я смогу изготовить профессиональные инструменты, которые можно отдать клиенту, чтобы он мог ими пользоваться. И вот то, что я вам сейчас покажу, это уже создано за последние два-три года. То есть, это те инструменты, которые делаются у нас в мастерской. То есть, это вот уже наши работы. Ну, давайте по порядку. Начнем с базовых инструментов. Индивидуальная цветовая палитра. Подобных вариаций вы сможете множество встретить. В общем-то, мастерские стараются все имиджи постепенно переходить на авторский палитр, чтобы можно было свой какой-то значок там поставить и так далее. Ну, плюсы какие палитры? Помимо общей, вот, как сказать, объединенности цвета, есть разделение, конечно же, на различные светлые, яркие, базовые, нейтральные и так далее. И есть возможность с помощью вот этого разделения научиться гораздо легче их соединять, объединять там в композиции и уметь правильно создать варианты контрастности для конкретной женщины. Долго не буду на них тормозить, так вот бегло вас познакомлю с ними. Палитра оттенков макияжа. Тоже очень интересный для меня был вызов, потому что палитра первая существует очень давно, и многие женщины все равно, ну вот все равно, вот, ну какую помаду брать? Ну вот все равно, ну какие тени? Вот я вроде смотрю, а тут вроде вот той. И пока мы не сделали отдельную палитру оттенков макияжа, у нас все равно этот вопрос как бы был подвешенным состоянием, то есть приходил с пальцем показывать, вот давайте вот этот вот оттенок, вот этот попробуем. И после того, как я поняла, что нужно это сделать, мы создали палитру, которая к себе объединяет самые базовые оттенки для каждого типажа. Конечно же, все остальные цвета тоже остаются в распоряжении, но это тот фундамент, от которого можно отталкиваться, то есть это базовый набор для помады, для теней, для румян там и так далее. Следующая, тоже одна из таких основных палитр, это палитра, связанная с оттенками волос. Я долго думала, как ее организовать, и в ней решила соединить сразу 4 колорита, чтобы можно было видеть не только свою часть палитры, но и видеть также другие варианты, то есть знать, что вам нужно и что вам не нужно, чтобы посмотреть, к какой стороны это будет соответствовать, то есть ваше или не ваше. Вот такое решение было принято по оттенкам волос. Следующая палитра, она уже возникла тоже достаточно недавно. Запрос на нее был следующий. Для многих женщин проблема возникает в сочетаемости оттенков и большая робость существует относительно использования цвета. Многие боятся цвета, боятся его комбинировать, и получается, что даже при наличии палитры, вот она есть у нее, она на нее смотрит, но она, ой, а вдруг вот это с этим нельзя, а вдруг вот это с этим можно и так далее. То есть вот эта робость, мы ее решили преодолеть только тем, что накидали какое-то количество примеров. Это далеко не полный перечень. На самом деле мы говорим о том, что это вот такие примеры просто вам вот на, так сказать, для начала, для старта. И если вы заметите, то каждый из разделов этой палитры, первый, второй, третий, эти квадратики, они совершенно по разным принципам скомбинированы. Если мы начнем справа налево двигаться, то есть самый правый сектор – это комбинации, в которых больше всего нейтральных цветов. То есть когда нам нужно показаться наиболее серьезной, наиболее спокойной, там, деловой и так далее, вот в данной палитре цвета, созвучие будут сочетания цвета такими. Средняя палитра уже объединяет в себе и нейтральные, и светлые, и базовые, и яркие. То есть это, в общем-то, наша обычная жизнь, которая комбинирует, дает возможность комбинировать все в разных пропорциях. И с левой стороны вы видите варианты сочетания, где нету уже нейтральных цветов, где нету никакой скуки. Это идет отдых, это идет развлечение, то есть там, где больше всего эмоций мы испытываем. И вот такая палитра, она дает возможность женщине хотя бы в целом увидеть, насколько разнообразными могут быть сочетания из ее же палитры, то есть увидеть и понять, ну, как бы, точку отсчета, откуда ей можно двигаться дальше. И долгое время все палитры существовали как самодостаточные, то есть они были на отдельных бланках, и вот только буквально мы весной или даже, нет, в середине лета нам, мы с дизайнером вот это все объединили вместе, и у нас появился индивидуальный палитр-буклет, который в себе соединяет все четыре вот вышесказанные палитры, объединяет в одну и дает возможность меньше, ну, как сказать, собирать вот различных бумажек, а на одной качественно выполненной картонке, скажем так, увидеть все сразу, открыть палитру, внутри посмотреть сочетание цвета, закрыть палитру, и в целом вот она дает возможность все иметь сразу, все в одном. Это была базовая палитра, а теперь поговорим о наших, ну, как сказать, заморочках, о моих, которые мне в свое время очень нравились и которые удалось реализовать. мне очень была интересна задача сделать глаза живыми, яркими, цветными. Я думаю, что многие из вас видели примеры того, как серые, голубые, серо-зеленые глаза и все глаза, которые не относятся к темным оттенкам, как они легко реагируют и с разными, скажем так, с разными компонентами образа, то есть разным шарфиком, в разной блузке женщина приобретает как будто бы совершенно разный цвет глаз. Встречали такую ситуацию? То есть вот может быть кто-то из вас, обладательница таких легко, скажем так, идущих на провокацию. Если встречали, напишите мне плюсик, я буду знать, что вы понимаете, о чем я говорю. Есть такое, да? Вот у меня, честно говоря, эта тема зацепила еще десяток лет назад, когда я начинала учиться, потому что когда я встретилась впервые, познакомилась со своими преподавателями, я вот как раз с таким эффектом встретилась, когда Екатерина, значит, встретила меня, у нее черные волосы и блузка, которая в себе сочетала там полоску желтого, полоску синий, фиолетового, полоску зеленого, все это между собой играло, и глаза сияли таким вот желтым светом. То есть, во-первых, встретить сияние желтых глаз, это вообще достаточно редко эффектно, и было очевидно, что именно оттенки блузки дают вот такой эффект. На меня сильнейшее впечатление произвело, и надолго у меня эта идея застряла, что надо сделать такие палитры, чтобы женщины знали, какие цвета с чем соединить, чтобы вот этот эффект был достигнут. И, собственно, эти палитры уже существуют какое-то время, и вы видите только пример 3 из 12, их 12 вариантов этих палитр, и, собственно, они подразделяются, связаны они с типом, с колоритом определенным и с цветом глаз. То есть там очень интересная система, которая позволяет вам, не нарушая гармонии образа, ставить такие акценты, которые будут усиливать определенные оттенки ваших глаз. Ну, как это работает? К примеру, вот сейчас открою вам одну из палитр, и с правой стороны вы видите те аксессуары, которые в себе соединяют эти цвета, и вместе будут работать как определенный, как сказать, резонатор, как определенный усилитель какого-то конкретного оттенка глаз. В данном случае вот такой будет серо-голубой оттенок глаз будет усиливаться. То есть вот такая была задача поставлена, она выполнена, и, в общем, теперь мы можем радоваться тому, что аксессуары можно использовать не просто как элемент образа, но еще и как возможность сделать глаза ярче и привлекательнее. еще одна наша тоже вот такая взрослая профессиональная игрушка – это двухслойная палитра. Это тоже наше достижение начала года, то есть идея была давно, но все ждала какого-то вот полного завершения. Двухслойные палитры, они позволяют уже, зная свой цветовой колорит, самой создавать цветовые комбинации. То есть это, они двухслойные, так они и в двух слоях и состоят, то есть один слой относительно другого вертится, и вы видите, как соприкасается внутренний круг с внешним, и, собственно, вы имеете возможность увидеть определенные комбинации, которые возможны в вашей палитре. Здесь как раз была задача подвигнуть на творчество, то есть на то, чтобы женщина начала сама создавать комбинации, а не просто из наших заготовок что-то брала. И для того, чтобы не быть голословной, я вам сейчас покажу примеры комбинаций, которые создаются вот благодаря подобной палитре. И скажу, что мы проводили подсчеты, попытались сосчитать количество комбинаций, которые возникают, используя подобную палитру. У нас получилось, что двухслойная палитра дает более 500 комбинаций. Это если брать сочетание двух цветов в сочетании трех цветов. А если четыре брать соседних, то там, конечно, уже за тысячу зашкаливает. Но давайте смотреть. Да, 512 это вот, если говорить о самых таких вот, скажем, о четырех, скажем так, сочетании четырех цветов, это уже выходит за эту цифру. То есть это уже вот иллюстрации, которые помогут вам представить то, как это работает. Это я делала специально нашего фотографа, заставляла сфотографировать все положения палитр. То есть он брал одну палитру и фотографировал ее вот на пол, как сказать, поворота она поворачивается, и вот эти все фотографии он мне потом сдал. И я уже, видя вот эти сочетания, я к ним как раз иллюстрации создавала, которые помогут увидеть женщине, а как это будет выглядеть. Потому что, глядя на цвет, ну, не всегда, не у всех фантазии хватает представить, что это будет из себя представлять вот в реальности. Спасибо, Ирин, за цифры. Да, я уже не помню точных, но вот так и есть. Здесь еще иллюстрации. То есть это все примеры в основном будут сейчас из летней двухслойной палитры. И, по-моему, в конце там у меня будет что-то из теплой. Сейчас, если будет, я вам скажу. Вот. То есть это все, 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 все одна палитра, только буквально вот там разные повороты круга верхнего и совершенно другие результаты. Да, вот это уже идут результаты из теплой палитры. Это очевидно, что палитра сменилась. И у нас совершенно безумные, как сказать, открытия для многих женщин, потому что кто-то из них осмеливался когда-то эти цвета рядом представить, а кто-то нет. И вот для развития вот этой цветовой смелости как раз эти палитры работают. То есть это их основная задача. Дальше мы не стали останавливаться на достигнутом. Нам на самом деле вот эта палитра возникала первоначально как задача доставить комфорт и удобства мужчинам. Каким образом? Значит, здесь три цвета, то есть три слоя. И первоначально задумка была как костюм, рубашка, галстук. Но я столкнулась с тем, что помимо деловых мужчин, деловые женщины обрадовались и вот этой возможности. И, собственно, для себя эту палитру иногда гораздо чаще используют и приобретают, чем мужчины. Как она создавалась? Во внешнем круге, в самом внешнем, идут оттенки, которые чаще всего в костюмных тканях используются. Средний круг у нас светлый и несколько ярких это рубашки. И внутренний круг чаще связан с оттенками именно галстуков. Хотя это условные обозначения, на самом деле можно менять, назначить что угодно. Платье, рубашка, там, значит, еще что-то, платье, жакет, аксессуар. То есть совсем не обязательно вот застревать в таком представлении. Давайте я вам покажу, какие варианты сочетаний. Тоже не поленился наш фотограф, сделал фотографии. И совсем, скажем, я так совсем немного прикоснулась, поделала вот подобное сочетание, чтобы можно было проиллюстрировать. И в трехслойной палитре там, конечно, более полутора тысяч тройных сочетаний. И уже про остальные я даже молчу, не буду пытаться это все сосчитать. Вот. То есть вот это все благодаря трехслойной палитре. Это такая взрослая игрушка. Здесь уже тепленькие пошли. Взрослый такой инструмент, который помогает почувствовать свет, увидеть, не побояться. Многие переживают, как же так, вот как же я так вот это с этим смогу соединить. И как раз палитра дает возможность увидеть пример, как это работает. И последний инструмент, восьмой, который достаточно у нас такой хитрый, зашифрованный, он у нас без, скажем так, мастер-класса будет непонятен, это индивидуальная карта образов. Индивидуальная карта образов, она ориентирована тоже на определенный цветовой колорит. И она подсказывает, для создания какого впечатления необходимо соединить какие оттенки вместе. И с помощью каких линий в образе это все выразить. То есть в данном случае мы говорим о том, что это такой набор паролей каждому образу. Как выразить себя в романтике, если вы, допустим, летний колорит, как выразить себя в спортивном образе, как создать сексуальную цветовую комбинацию. То есть здесь уже сделаны определенные заготовки. Это фотографии с мастер-класса, который год назад у нас был, когда вот только эти палитры появились. И сейчас я проиллюстрирую, как, допустим, одна и та же девушка в разных цветовых решениях. Соответственно, разное впечатление, разный результат. То есть это вот то, что может помочь сделать подобная карта образов. Вот так незатейливо мы познакомились с восемью, скажем так, нашими инструментами по созданию стиля, которые некоторые самодостаточные, как, допустим, двухслойная, трехслойная палитра. Они самодостаточны. То есть если женщина владеет информацией относительно своего колорита, то вопросов нет, она просто пользуется вот двухслойной, трехслойной палитрой. А есть палитры, которые требуют знания ключа, такие как карта образов. Значит, и, ну, здесь не могу не сказать, что в этом году мы последний вот поток онлайн-курса. Первую ступень запустим, вот это индивидуальный цвет, стиль. У нас сейчас как раз завершился только вот предыдущий курс, и даже я рада видеть сегодня и наших выпускниц здесь, узнаю их. Вот. И, собственно, для тех, кто захочет свой персональный код внешности узнать по всем пунктам, да-да-да, Ольга, вот улыбки вижу. То есть это прекрасная возможность в этом году, вот в ноябре это будет последний курс в этом году. Если вы захотите, такие возможности есть. И вторая ступень, которую мы начинаем со 2 ноября, они будут идти у меня параллельно, это гардероб мечты. То есть это как раз вот та вторая ступенька, о которой я говорила. Это возможность в том числе и получить вот одну из палитр на выбор, там двухслойную или трехслойную, которую вам, как сказать, вот, узнают друг друга девчонки, которая, скажем, внутри курса она будет доступна там, как сказать, ну буквально в подарок, потому что сама стоимость отдельно трехслойной палитры полторы тысячи, а внутри курса она там будет стоить 500 рублей. То есть разница достаточно большая. Вот. Значит, здесь, что я вам могу сказать. Я сейчас дам ссылку, где можно посмотреть подробнее вот об этих онлайн-курсах, если у вас есть желание подробности узнать, потому что мне не хочется время, скажем так, наше драгоценное тратить на то, чтобы рассказывать вам о достоинствах курсах. Я думаю, это вы сможете познакомиться с этим и оценить уже самостоятельно. А я лучше отвечу на ваши возникшие вопросы. То есть вот какие вопросы есть, задавайте, я здесь, буду рада ответить и какие-то нюансы для вас еще, может быть, раскрыть. Можете написать о том, что было полезно. Если вопросов нет, как бы, что было сегодня полезным для вас, какие открытия или что нового вы узнали, для того, чтобы я знала, что эта информация ценна, ее можно включать в следующую книгу. Не стесняйтесь, если есть какие-то вопросы в нашей сегодняшней тематике или в тематике стиля имиджа, пожалуйста, задавайте. Нет, нет сложности ответить вам. Бывает, конечно, я сама сталкивалась с тем, что бывает, вопросов нет, все понятно, все очевидно. Так, сброшу вам еще ссылку на книгу для желающих познакомиться с тематикой ситуации, которые могут встретиться, с которых мы начинали. Это ссылка на страницу с демо-книгой. Сейчас я вам ее сброшу. Так, информация, благодарю, вопросов много, но и скорее, решаемо индивидуально. Конечно. Во-первых, смотрите как, дорогие участницы. Во-первых, у нас есть раздел вопрос-ответы. Не стесняйтесь, давайте я вам на него тоже ссылку дам, потому что, может быть, многие думают, что я там не на все вопросы отвечаю. Нет, практически все вопросы. Единственный, вот был у меня такой вопрос, недавно совсем одна знакомая написала. Чем по-моему, поставила меня в тупик. Сейчас я вам скажу. Она мне прислала вопрос, когда же меня, наконец, полюбят. И тут я понимаю, что на самом деле есть на этот вопрос ответ, но я думаю, нет, лучше я ей лично это объясню. Я не решилась ей писать, как сказать, такие личные ответы на сайте в ряду общей информации. А так вы можете посмотреть. Здесь вот ссылка на сам раздел, а ответы находятся, сейчас я вам подскажу, где. Они находятся в другом месте. И вы можете для себя, скажем, для начала за вопросы задают. И посмотреть, на какие вопросы, какие ответы я даю. Так, давайте, подождите, сейчас чуть-чуть назад вернусь, потому что чат ускакал, я не все успела прочитать. Да, Жанна, информация ценная, благодарю. Вопросов много, скорее решаемо индивидуально. Тоже пока не забыла вам скажу, что для тех, кто все-таки соберется на онлайн-курсы, у нас для тех, кто решит этот вопрос до 25-го числа, существуют специальные бонусы. В случае с индивидуальностью цвет стиль это вебинар по завязыванию платочков и шарфиков, достаточно практичный, где много хороших интересных разбирается способов. А в онлайн-курсе «Гардероб мечты» идет тоже практический вебинар «Посадка одежды по фигуре». То есть это стимул для тех, кто принимает решения, потому что сами по себе вебинары эти, как отдельные, продаются у меня, они стоят что-то около 900 рублей. То есть это тот подарок, который получат участницы, принявшие решение вот до 25-го числа включительно. Так, сейчас я прочитаю, посмотрю, что еще тут у меня есть. Да, групповая работа крутит. Алла, спасибо за прекрасное. Спасибо. Спасибо, очень рада, очень мне приятно видеть новых участниц. Я многих, скажем так, вижу впервые, потому что видела ваши заявки, вашей регистрации. Так. Да, понимаю, Наталья, вижу ваш комментарий по поводу пяти шагов. Да, да-да-да, немногие, есть такой момент. Так, Ирина, с чем носить ботильонные танкетки? Ага, хитрые. Ирина хочет задать вопрос быстрее, чем мы встретимся на гардеробе. Вот такой конкретный вопрос лучше, либо, Иринка, если хочешь срочно до начала онлайн-курса, присылаешь мне в разделе, и желательно даже с картинкой вот этих ботильонов, тогда будет вкусный ответ, потому что такой вопрос требует иллюстрации. И для всех тоже повторяю, что если вы хотите какой-то ответ конкретный, то есть вот у вас есть конкретный предмет одежды, конкретное платье, конкретные обувь, может быть, похожие вот на это, найдите похожую картинку. Присылайте ее, я с ней сделаю с этой иллюстрацию какую-то, и вы сможете увидеть ответ не словами, а образом. И это будет намного грамотнее, чем я сейчас в целом вам буду там описывать, там и так далее. Ну вот, Наталья, будет ли, вот про скидки посмотрите обязательно, там есть, значит, я вам могу сказать, что индивидуальная консультация формула стиля, которая соответствует курсу индивидуальности ветстиля, она стоит 5,5, до 25-го курс целиком вместе со всеми бонусами будет стоить 4,5. Так что считайте, сколько там составляет скидка. Групповая работа, я готова, как сказать, больше бонусов в нее включить, поэтому, конечно же, мне приятнее набрать группу и сделать для них побольше бонусов. Вот девчонки не дадут собрать Ирина и Ольга, которые сегодня присутствуют, они как раз у нас выпускницы вот курса, который вот сейчас вот закончился у нас в воскресенье. Поэтому выгоднее с точки зрения объема информации, с точки зрения бонусов, выгоднее пройти курс, потому что он не, как сказать, он только вот в это время набирается и, как сказать, проходит индивидуальная работа, чем хороша, она будет потом. То есть можно будет и попозже там, но она дороже, потому что когда с одним человеком работаешь, все внимание уходит только ему единственным. Так что сами смотрите, какой вариант, индивидуальная формула стиля или индивидуальный цвет стиль, который вот у нас с 1 ноября начнется. Так, Аджан, сколько ни пыталась, не могу определиться. С чем-то вот хвостик сообщения пока не дошел. Пока вижу только первую часть. Дописывайте, дописывайте, отвечу. А, со своим цветотипом. Смотрите как. Значит, нормальная ситуация. Дело в том, что если пытаться оценить свой цветовой колорит с помощью, допустим, онлайн информации, которая есть, статей, там очень много, там очень-очень-очень много косяков. Я вот этому посвятила отдельную брошюру. Давайте я ссылку на нее кину, потому что брошюра была вызвана моим негодованием по поводу и противоречивости, и некорректности многих источников информации, которые только запутывают женщин. Вот почитайте ее, потому что она посвящена как раз, ее можно бесплатно скачать у меня на сайте. Всем, кому интересно, тоже рекомендую. Тем, кто еще с цветотипом, со своим вот, с этим злободневным вопросом не разобрался, там я разбираю пять таких вот, по-моему, пять, сейчас уже давно писала, позапрошлым году, не буду врать, в общем, ситуации, которые связаны с тем, почему сложно определить, что необходимо, чтобы определить там и так далее. То есть, вот это такая была наболевшая такая тема, которую захотелось выплеснуть в виде вот такой статьи. Вот, так что еще, если какие есть вопросы, задавайте, я пока здесь с вами. Угу. В онлайн-курсах? Ну вот, смотрите как, есть домашние задания, каждому занятию... Ага, 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 вот уже пошли ответы на ваши вопросы. Так, по времени... Угу, угу. Да, то есть, действительно, плюс в чем? Смотрите как, когда мы индивидуально с женщиной, с какой-то или с девушкой работаем, эта индивидуальная консультация длится 3,5 часа, и она сразу получает огромный объем информации, очень сильно спрессованный. Когда у нас идет онлайн-курс, у нее есть время. Вот мы прошли тему, связанную с цветом, она ночь одну с этой темой, так сказать, переспала все, продумала вопросы, задала, выполнила домашнее задание, прислала мне домашнее задание. Следующая тема у нас пошла. Мы разобрали вопросы, разобрали все нюансы, которые у нас недоработаны, и шагнули в следующую тему. И у нас получается, за те занятия, которые мы встречаемся, а мы в этот раз с девчонками встречались шесть раз. Я им делала бонусное даже занятие шестое. И у нас есть возможность подобрать те хвосты, которые недоделаны или недопоняты, или что-то осталось непонятным и так далее. Поэтому получается, что работа проходит в виде вебинаров, когда я даю информацию. Индивидуальные работы, которые они мне присылают, плюс каждая из участниц получает набор палитр, вот базовые, которые четыре в одном, и палитры для яркости глаз. Это идет все включенное в онлайн-курс. Плюс каждая из участниц получает персональное портфолио, то есть там, где полностью описаны ее особенности, фигуры, формы лица, там и так далее, и так далее. И вот это все она еще дополняет и наполняет информации, которые я рассказываю на примерах. Потому что просто иметь картинку там в портфолио или просто иметь палитру, не зная, как с ней обращаться, какие примеры, как это будет выглядеть, это только половина дела. И как раз таки, видя все это на примерах в вебинарах и делая домашние задания, она получает уже навык, то есть информация превращается в ее навыки, способности и уже в конкретные умения. Это очень важно, чтобы информация не осталась на уровне вот вроде все понимаю, сказать ничего не могу и делать ничего не знаю как. Вот это вкратце, потому что, конечно, загляните на страничку, почитайте там, и возникшие вопросы можете мне кинуть на почту, если что-то будет еще непонятно по проведению курса, я с удовольствием объясню и расскажу. То есть, ну, построен курс так, что я сама осталась в восторге от процесса, потому что дает возможность каждый шаг проработать детально. И вот девчонки дописали отзывы, не успела еще выложить, я думаю, что завтра выдержки из отзывов выложу на странице, где у нас описание онлайн-курса базового первого. Я уже смогу выложить, вы сможете почитать, потому что там, конечно, гораздо ярче все описано, чем моими словами. Вот. Ну что ж, я так думаю, что, наверное, вопросы все отвечены. Мы с вами чудесно пообщались час сорок пять. И, да, надо счастливые физиономии. Ну вот, счастливые физиономии от девчонок, как сказать, жду конкретно, чтобы были уже свежие ваши образы, потому что то, что, допустим, было когда-то там прислано, это еще фотографии до. А вот фотографии после, это еще вам предстоит самыми лучшими образами при желании поделиться. Конечно, буду рады дополнить еще это и... Ну это, опять же, зависит от каждой из вас. Захотите, это очень приветствуется и с удовольствием счастливое лицо размещается рядом с отзывом, чтобы можно было соотнести. Вот. Ну что ж, я вас благодарю за сегодняшнюю активнейшую работу. Мне было очень приятно. У меня такое было ощущение живого общения, присутствия вас рядом с вашими ответами, вопросами, плюсиками, минусиками. Вот. И надеюсь, что для вас было полезно, интересно, и вы для себя что-то ценное возьмете в свою жизненную копилку, будете использовать, будете уже очень внимательно и требовательно ко многим моментам относиться в создании образа. Запись будет, я надеюсь, что у нас все срастется, и если у нас все будет хорошо с записями... Вот. Да, Дарья тут, конечно, она у нас с самого начала присутствует. Вот. И если у нас с записью будет все хорошо, то я вам вышлю ссылку на запись, при желании сможете какие-то моменты пересмотреть еще разок. Те же самые критерии гармоничного образа, может быть, там отточить для себя. Так что этот момент обязательно... Если будет все качественно, все хорошо, ссылка вам будет на почту предоставлена. Александра, скорее всего, там тоже где-нибудь неподалеку. Вот. Ну что ж, девушки, я с вами на сегодня прощаюсь и надеюсь на ближайшую встречу на наших событиях, вебинарах или на наших онлайн-курсах. Благодарю вас за участие и до встречи на наших событиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok